привет youtube привет подписчики и гости моего канала в общем изменил я конструкцию в рамы изми поставил я балку переднюю на свое рабочее и постоянное место в общем об этом сейчас этот видос ну а для тех кому этот видос попался в рекомендации да и не смотрели прошлое видео всего все начиналось перейдите ролика 34 назад и посмотрите все сначала они небольшие и сразу все станет вам ясно что после чего как делалось все объясняю никакой сварки никакой болгарки в кадре нет меня тоже нет поэтому вся работа за кадром здесь только готовый результат ну немножко бла-бла-бла все мужики погнали смотреть с вами как всегда санёк так разметил я раму отступил 3 сантиметра вот уголка для чего для того чтобы можно было это дело когда открутить упорный подшипник снять упорный подшипник тут по моему полтора сантиметра разметил расчертил ровненько все будет здесь под 45 будет срезаться сейчас я что буду делать снимаю коробку мост сидения 14 болтов откручиваю всю голая рама так что погнали пилить стил болты коробки вот она висит здесь спокойно цепочка расслабилась теперь ее можно спокойно снять поставил я на место перемычки топор для опорного подшипника и которая держит коробку для того чтобы когда я разрежу вот эти вот две стороны там не разошлись не сошлись то есть остались в таком положении в каком и должны чтобы все отверстия совпадали иначе потом плохо будет все это дело вымерять и обратно все это выставлять здесь перемычки стоят еще не спиливал поэтому здесь я за это пока не переживаю раму распилил чудесно распилилась получилась в одну такая большущая еще не мерил и одна чуть поменьше по моему она даже пойдет у меня без отходов что-то мне сдается прямо на тютерка в тютерку я ее даже не варил просто досталось по случаю вот вокруг нее теперь и обстраиваю все это все и все эти вещи просто вокруг этой конструкции но уже рамы все сейчас опять прикручиваю мост коробку пока ставить не буду и начинаю вымерять где у меня будет становиться балка вот так вот все это дело будет выглядеть ну конечно же не так вот такая конструкция получается все скидал на место ну правда цепь не ставил потому что мне это все равно еще раз снимать наживим все это дело значит спереди 14 2 болта с каждой стороны точнее один был там один там ну здесь соответственно все видите вот такая вот получается конструкция длина рамы от края до края рамы полтора метра все сейчас поставлю двигатель приблизительно посмотрю как это все будет и буду уже думать как делать рулевой рулевую рулевой механизм как устанавливать балку качалку как размещать рулевой редуктор и в общем начал изготавливать узел качения будет у меня на подшипнике вот таком не знаю откуда он этот подшипник ну мне он подходит в общем они тут есть разные подшипники разного калибра разного диаметра мне вот такой подошел потому что я для него подобрал нужные мне запчистюлины вот такая вот толстостенная труба будет виде обоймы вот сюда запрессовываться но я сначала предварительно разрежу вот запрессую прихвачу там на балке подшипник достану обварю усилю то есть обойма будет это понятное дело внутрянку надо нам уменьшить чтобы как-то шеешь топорить три трубы пол дюймовая дюймовая и дюйм с четвертью она замечательно сюда входит потом входит другая труба и соответственно 3 3 труба от это пол дюймовая нам ее нужно будет забивать чтобы вот эти свободно себя не чувствовали я их разрежу разрежу вдоль одну трубу другую трубу извиняюсь потом это все дело начну запрессовывать вот так сначала пол дюймовую она чуть расширится потом сюда запрессую это чуть раздастся и соответственно здесь она в подшипник уже войдет с такой натяжкой пол дюймовую трубу влазит чудесным образом 16 болт прямо сделан под нее плотненько вот такая вот штука блин дождь вообще сыра лишь бы не заболеть так ладно и потом все это дело стянется точнее поставить вот такие шайбы 16 они как раз по размеру вот этой внутренней части и будут выполнять роль дистанции роль дистанции немножко от корпуса подшипника потом на примере вот этого уголка покажу все это стянется балкон и подшипник зажмется подшипник зажмется впрочем сейчас все сами увидите я думаю сейчас этот бутерброд соберу быстренько ну чё давайте соберем сюда кучи говорится что это за перчатка в общем разрезал я эту обойму для подшипника разрезал две такие втулки вот такие получились у меня трубы их руками это целенько давайте сейчас в кинем сюда обычная зубила прессовываем получаем вот такую вот запчастью лина для симметрии теперь я поставлю там балки прихвачу обварю да усилю все это будет качаться вот так теперь полвизьновая труба вот так теперь эта труба ставлю вот прорезь одна противоположной стороне другая приблизительно как то так и вот сюда она уже входит с меньшим люфтом вот теперь сейчас только обрежу как мне надо и поставлю две шайбы и зажму вот и все вот обрезал втулочку все ровненько получается вот сюда да есть там небольшой люфтик но когда это подшипник вожмется она повиснет на болту и все и досвиду все это будет качаться только здесь это чисто чтобы центровать болты все за это вообще никак не переживаю сделаю и меньше не знаю видно не видно она что здесь что здесь дальше вот этой юбки вот где начинается вот это закругление до сюда она мне втулочка чтобы зажать подшипник чтобы он стянулся он двухрядный чтобы максимально сильно его сжать вот и все так балку разобрал легенько удобненько работать вообще замечательно нашел центр так жирненько выделил его то есть одинаково и вот эту прорезь ставлю по центру центрую так центрую с обеих сторон что было одинаково в общем выставляют так как мне надо и прихватываю в двух местах здесь и здесь потом достану подшипник усилю от верха в сторону сюда сюда проварю всю эту обойму остынет впрессую подшипник обратно сейчас короче сделаю покажу что получилось приварил я кольцо вот так это получилось здесь так здесь даже середку захватил с этой стороны тоже самое здесь видно как я делал заложил в угол проволоку восьмерку и сюда тут середину прихватил сейчас тоже залью вот эти щели не она получится вот такой квадрат ну и дальше кину уже раскосы сюда и туда так получилось вот такая вот штуковина и ну раскосы здесь у меня где-то рама будет качаться кончаться рама точнее внутренняя часть поэтому вышло так еле запрессовал подшипник конечно очень очень-очень все плотно все замечательно при помощи тисов все ушло чудесно все сейчас будем изготавливать два уголка просверливаться и стягивать все это дело одним болтом до кучи все погнали так ровно по центру 40 сантиметров длина уголка ровно по центру просверлил отверстие на 16 вот 16 болт сейчас я разворачиваю и симметрично отсверлю здесь за два точнее раз два сразу четыре отверстия делаю то есть уголки ставлю прижимаю другой стороной размечаю так чтобы они были взаимозаменяемы то есть любой стороной чтобы ставить получилось вот такая вот штукенция специально взял еще один точно такой же пошли этот здесь стоит для удобства чтобы вот эту всю штукенцию не держать отверстиями все симметричные сейчас я прикручиваю вот таким вот образом и так просверлил я не четыре отверстия а восемь чтобы имела иметь возможность мало ли как метр будет рулевая колонка становиться может она будет вперед сдвинуть балку может ее назад в общем четыре болта четыре болта так получается отлично все подходит замечательно переворачиваю замечательно отверстия также шины верхнюю становится соответственно в общем они взаимозаменяемые все замечательно чудесно так поставил я трактор на колеса пока это прикручено все сюда выглядит это пока вот таким вот образом напомню еще раз рама полтора метра по осям вот от центра колеса до центра колеса сто четыре то есть метр и четыре сантиметра ну что-то мне не нравится вот как замечательно что я сразу засверлился но мне не нравится вот этот выворот колеса очень крыло будет очень-очень все это близко поэтому сейчас перекидываю сюда то есть уже визуально я вижу что ну не то не то я сделал никаких проблем не составляет сейчас мне открутить четыре болта и передвинуть балку вперед сейчас впрочем сделаю покажу как это все дело и замерю от края до края на всякий случай может кому-то интересно будет перекинул балку вперед хорошо что есть гайковерт такая вещь обалденная не знаю мужики у кого нету покупайте блин столько гаек крутить ужас тоже не нравится мне тоже мне не нравится потому что когда это дело поднимется сюда вот сейчас импровизированную тягу скину вот получается тоже есть зазор ерунда в общем не то пальто специально сделаю чтобы они не заворачивались колеса дети потому что как-то это временное явление так в общем сейчас эту этот уголок перекидываю на эту а там просверливаю еще и все если бы это все приваривал конечно было намного печальнее а так скидываю сейчас откручиваю болт мост отстегивается передвигаю и спокойно просверливаю даже и по ося мерить не буду если мне не нравится значит это не она так пересверлил переставил в общем стало это дело вот сюда теперь мне уже нравится выворот до крыла крыло пойдет вот здесь она закроет вот эту часть крыло может даже шкив туда закроет то есть тут будет так на нет но это в планах смотрю смотрю вот он упор здесь еще будет стоять подушка чтобы не было вот этого гуц гуц вот так вот проволочка помогает иначе не выворачиваются сами по себе стяга и мы еще разберемся чуть попозже изготовим какую нам надо все сейчас я померяю качение вот здесь 6 сантиметров получается точно такая же как и труба расстояние вот 6 сантиметров посмотрим насколько поднимается колесо при 6 сантиметрах я думаю выдержит передок сам по себе и двигатель не такие тяжелые весь вес это ступицы вот это вот передняя балка это тут почти 40 килограмм то не почти она я даже взвешу это болтов еще не хватает где-то около 40 килограмм весит потому что мы взвешивали одну до сколько там было 18 с копейками здесь я вырезы сделал ну пускай 17 килограмм одно только колесо это даже без балки было так что здесь стабильно будет 40 килограмм только в одной балки отличный противовес вот какое тут давление на подшипник его практически не будет рама легкая без балки она поднимается элементарно просто ну двигатель станет здесь еще ну пускай на ней на нее будет давить есть но я не знаю замерил расстояние значит по осям идет сто тринадцать сто тринадцать от края колеса до края колеса сто шестьдесят четыре это колесо если посмотреть визуально она как раз где начинается вот этот передок вот начинается это колесо колесо заканчивается вот как-то так сейчас вывешу одну сторону подложу посмотрим сколько расстояние до земли и тут не ровно ну ориентировочно хотя бы знать все это дело выглядит поставил я на свой дан кратик все это дело быстрый дан кратик сейчас замерим до земли качение идет у нас где-то примерно 18 сантиметров вот это при том что расстояние между рамой и передней балкой всего 6 сантиметров когда она стоит ровно то есть на 6 сантиметров поднялось уперлась колесо поднялась на 18 вот спереди все это дело выглядит так видно вам не видно я думаю этого достаточно еще поставлю подушки там чтобы упирались в раму для чего для того чтобы не было вот этого стука же металла металл в общем сделаем все симпатично так сейчас мы это дело поставим на место так здесь накинул проволоку чтоб колеса не сбегались в кучу в следующем видосе все это дело мы заменим на нормальная тягу так что еще принципе принципе все я доволен не знаю говорил не говорил по осям 113 по краям колес 164 колесу за раму за передок не выходит так ну и соответственно здесь я уже смотрел вы все как в крыло не упирается